Начинаем вебинар из серии вебинаров «Моя профессия – трейдер». И в продолжении темы. Тема идет последовательно, от простого к сложному. На этом вебинаре мы рассмотрим анализ рынка и анализ совершенных сделок по торговой системе. В дальнейшем на вебинарах будем рассматривать также поэтапно основные положения торговой системы, на примере готовой торговой системы в частности моей. Сейчас я прошу ответить, слышно ли меня, и ответить в чат плюсиками. Очень хорошо, продолжаем. К анализу рынка совершенных сделок относится позиция, при которой трейдер, уже имея разработанную торговую систему, проводит анализ рынка, по показаниям для совершения сделок, открывает-закрывает позиции и в дальнейшем их анализирует. Таким образом, на прошлом вебинаре я показал основные макроэкономические данные, появление которых способствует движению курсов валют или вверх или вниз. Основные данные я выделял, мы их рассматривали. Это гроз доместик продакт, трейд баланс, нон-фарм пейроллс, уровень безработицы, и макроэкономические индикаторы, которые свидетельствуют об увеличении активности производственной сферы и сферы потребления. К этим макроиндикаторам необходимо также добавить следующие новости, которые очень часто можно прочитать на различных сайтах. В частности, это встречи финансистов мира, ГАЗ-7, Семерка, Двадцатка, Восьмерка, затем Доводская встреча, на которой собираются представители многих стран на уровне премьер-министров, министр финансов и так далее, и определяют как политическую, так и экономическую ситуацию. Как уже убедились, недавние выборы Франции и Италии привели к тому или иному движению на рынке, в том числе и по США. Второй срок Обамы по предыдущим графикам говорит о том, что рынок на втором сроке Обамы именно парой USD и Японская иена могут очень хорошо откорректироваться вверх, и многие страны начинают вновь возвращаться к американскому доллару как запасной валюте. То есть, это можно видеть и на примере хеджируемых инструментов, американские индексы и рост доллара, переход многих стран в закупке американской валюты. То есть, доллар вышел из экономического кризиса, хоть и было влито в рынок очень большое количество долларов, quantitative easing number 3, это третья волна количественного смягчения, то есть, просто вливание американской валюты в американские рынки. Но, тем не менее, это привело к повышению активности рынков. В этом случае обычная модель хеджирования американских портфельных менеджеров это растет индекс, продают валюту, индекс падает, покупают валюту. То есть, перевод избыточного количества напечатанной американской валюты в долгосрочные обязательства, выкуп активов через повышение или понижение их стоимости, затем переход в более краткосрочные активы при падении спроса на долгосрок. То есть, это все так называемые валютные манипуляции. О том, что кризис приближается к концу, можно также заметить и по повышению активности на европейских рынках. Но, есть такая закономерность небольшая. Если американский рынок начинает расти, то положение в еврозоне за счет конкурентноспособности товаров начинает снижаться. Соответственно, периодически в новостях появляются такие данные. То в Италии безработица увеличивается, в Испании уменьшается, то в Испании безработица увеличивается, в Италии уменьшается. То есть, это колебание по уровню занятых в производстве именно по европейской зоне. Так сказать, как плавающая безработица, данные экономически меняются. То есть, Америка выжила в этом кризисе лишь благодаря тому, что это все таки одна страна, а не много стран с различными традициями, спросом, предложением, производственными зонами, из которых состоит еврозона. В частности, о том, что кризис возможно заканчивается и говорит позиция по золоту. Недавний анализ рынка говорит о ценах на золото на уровне 1280 долларов за унцию. То есть, это еще одно свидетельство того, что экономический кризис возможно подходит к концу. Если у вас есть вопросы по вступительной части, прошу задавать в чат. Торговая система должна обеспечивать трейдеру однозначное чтение индикаторов. К индикаторам относятся макроэкономические данные и индикаторы, которыми пользует трейдер для анализа рынка и совершения сделок. Таким образом, на каком-то этапе торговая система становится инструментом для анализа рынка, фундаментальный анализ, технический анализ это показания торговой системы и следующая позиция совершенные сделки и совершения сделок. Соответственно, анализ рынка и анализ совершенных сделок невозможно отделить от торговой системы и после совершения сделок трейдер обычно проверяет в свободное время совершенство торговой системы, анализирую собственное поведение при совершении сделок и делаю соответствующие выводы. Таким образом, цикл вебинаров, который я начал в сентябре прошлого года, должен привести трейдер к целостному пониманию рынка, торговой системы, анализа фундаментальных данных, анализа технических индикаторов, макроэкономические индикаторы это фундамент, технический анализ это показания по цене и по дополнительным индикаторам, которые трейдер применяет для анализа рынка и совершения сделок. В дальнейшем переходим к анализу совершенных сделок в автономном режиме и рассматриваем соответствующие сделки правилам, которые трейдер для себя прописал в торговой системе и соответственно коррекция собственных действий для увеличения счета. основные макроэкономические данные можно найти совершенно в своем доступе в интернете подробнейшим образом расписано взаимовлияния макроиндикаторов на то или иное движение рынка. Соответственно если мы имеем накопленным эффектом безработицу, спрос, уровень покупательной способности, вложение в новые домостроения, повышение уровня безработицы, следуя о том, что экономика той или иной страны находится на спаде. Если мы имеем при варианте хеджирования высокие показания по индексам американского рынка и снижение стоимости американской валюты по отношению к японской иене, так сказать основной хеджирующий инструмент для американского рынка, то соответственно можно самостоятельно хеджироваться для сохранения депозита. То есть если сейчас у вас есть какие-то вопросы, я готов на них ответить. И в дальнейшем будем рассматривать чистую экономическую ситуацию, которая достаточно резко изменилась после февральских встреч семерки, восьмерки, двадцатки, Давоса, президентских выборов, смены правительства и рассмотрим сезонные тренды, в частности по золоту. то есть это основная тема сегодняшнего вебинара. Ситуация по золоту такова, что на протяжении всего кризиса золото являлось хеджирующим инструментом для многих трейдеров. Соответственно, при выходе из экономического кризиса золото начинают продавать. Здесь можно наблюдать стандартную торговую систему на графике по золоту. три вершины понижающиеся понижающиеся донья. И таким образом ближайший вероятный уровень по золоту может быть достигнут на уровне 1280. То есть это практически ценовой уровень, который золото имело до начала кризиса. Конечно, это тренды очень долгосрочные. Движения могут быть в течение не одного месяца, а нескольких месяцев. И нужно учитывать, что в промышленности появился очень большой процент так называемого технического золота. Золото, которое получено за счет вторичной переработки. Если появились вопросы, прошу писать в чат. В дальнейшем перейдем на монитор. Иногда я буду перезагружать веб-зал в связи с тем, что сигнал достаточно сильно запаздывает. Не так я ожидаю ваших вопросов, потому что вебинар предназначен для опытных трейдеров. И меня интересует ваше мнение. Поскольку вопросы достаточно сложные и не должны быть рассмотрены очень тщательно. тщательно. Сейчас я демонстрирую монитор своего рабочего терминала торгового, на котором покажу некоторые сделки. предварительно я ожидаю движения по американской валюте вверх против так называемых кросс-курсов. Несколько сделок я совершил. Это обзор рынка. И в частности некоторые сделки у меня уже открыты несколько суток. Уровни меня не интересуют, поскольку это так называемые кроссы. В основном кроссы Тихоокеанского региона. И можно посмотреть на графике основные валюты, которые будут в ближайшем времени падать против американского доллара. В частности прошу обратить внимание каким образом происходит расчет позиций в этом случае. Обращаем внимание, что здесь находятся так называемые недельные лоу. По всем кроссам это американский доллар против гонконгского доллара. На этом движении я закрыл несколько пунктов, несколько сделок. Везде наблюдаются локальные минимумы. То есть вот анализ рынка, произведенный по техническим индикаторам. видно, что везде доллар по отношению к кроссам или к странам, не входящим в еврозону, находится на недельном графике. Это очень большой таймфрейм. практически внизу. То есть при улучшении ситуации в американской экономике эти валюты будут продаваться, а доллар будет покупаться. это все основные кроссы к американскому доллару. Везде видно, что доллар вышел из более низких ценовых уровней и начинает отрастать. Сингапурский доллар, Гонконгский доллар, Швеция, норвежская крона. То есть заметно, что весь кризис доллар падал против кроссов очень сильно. Практически до уровня 2008 года последний лоу по цене. Хай был достигнут долларом на пике начала экономического кризиса и шло планомерное снижение. Первые признаки выхода из экономического кризиса это примерно август-сентябрь 2001 года. Но поскольку экономическая ситуация в США все равно ухудшалась, вернее начались валютные вливания в финансовые рынки США, то доллар все равно продолжил падение и сейчас практически выходит с минимальных цен против основных кроссов. То есть в ближайшее время можно ожидать очень хорошие движения по доллару, тем более, что это форекс, контракты не имеют экспирации. длительную просадку при добавлении позиций по основным кроссам я не рассматриваю конечно доллар там скажем с разницей в тысячу пунктов, потому что нереальные вещи. Нужно заниматься более практичной торговлей. То есть это понятно, да? Давайте эту ситуацию и будем рассматривать сегодня. То есть как трейдеру совершившему анализ макроэкономических данных, статистика, то что мы видим в обзорах в экономических календарях и реальные действия трейдера по увеличению собственного депозита. то есть на конкретном примере о котором я говорил добавив кстати еще и встречу встречи правительств на правительственном уровне решение многих важных экономических вопросов монетарная политика в основном то простой трейдер или обыватель не знает конечных результатов переговоров но по косленным источникам можно предположить определить рынок и сделать соответствующие движения иногда я делаю перерывы для того чтобы вы обдумали вопросы меня в принципе интересует активное общение поскольку активное общение предполагает наличие тех или иных знаний помогает как ведущему вебинар сориентироваться в степени подготовленности приходящих на вебинары так и более полно раскрыть тему ну в частности к анализу финансовых рынков также относится то что есть совершенно определенные так называемые сезонные тренды ну сезонным трендом можно назвать и движение по продовольственным контрактам а можно назвать и движение того или иного финансового инструмента который торгуется на рынке именно как пара в частности евро и USD в частности на всех встречах которые проводились по еврогруппе движение евро и USD всегда стабилизировалось наблюдался некоторый рост после заявления главы центробанка европы о том что центробанк европы не забудьте слишком высокий курс евро по отношению к доллару доллар начал успешно падать падение доллара стабилизировалось на каждой из встреч на выборах Италии и решение правительства Франции о том повышении правительства Франции решило повысить налог на имущество французов на доходы более высокая процентная ставка это привело к тому что средства начали выводиться таким образом нужно анализировать не только фундаментальные данные по той или иной стране но и анализировать рынок с точки зрения простого потребителя в частности по России что можно сказать хоть и наблюдается прирост производства инфляция остается на прежнем уровне но большинство производителей жалуются на то что снижается спрос на долгосрочные товары потребления и повышается спрос вернее перетекает в сферу потребления продуктов именно продовольственная сфера при наличии высоких урожаев как перерабатывающим предприятиям так и котировкам над удовленным продуктом сахар кукуруза пшеница цены меняются это видно на примере фьючерсного контракта по пшенице кукурузе по сахару очень низкий спрос цена вернулась на докризисный уровень так называемый спрос я это покажу на примере сахара по сахару видно что цена из-за низкого спроса находится практически на очень низком уровне но сделки по этому товарному контракту открывать сейчас не следует поскольку до кризиса цена на сахар на контракт была на уровне 12-20 сейчас она несколько высока то же самое наблюдается и по кукурузе и по пшенице это пшеница 708 докризисная порядка 580 по меди это не медь это нефть я стою в покупке по нефти поэтому особо по цене не расстраиваюсь поскольку на 2013 год через выход Америки из кризиса спрос на нефть увеличится примерно до района 98 102 долларов за баррель поэтому эту позицию буду просто увеличивать на каждом опорном ценовом уровне то есть ценовая нефть ожидается ну мартовская цена где-то примерно на уровне 88 может 85 соответственно позицию продолжаю поддерживать и буду просто увеличивать если мы видим по графиком что индекс NASDAQ как уже было заявлено немногим то есть примерно 50 пунктов индекс остановился от хая до кризисного не хватило всего лишь 50 пунктов это при том что в рынок американский доллар был влит очень сильно началась третья волна количественного смягчения то есть благодаря вливанию американского доллара в рынок произошел рост индекса практически до до кризисного уровня не хватило каких-то 50 пунктов в то же самое время S&P это десятка ведущих американских предприятий и другой индекс который показывает остальные предприятия котирующиеся на бирже вырос гораздо более значительнее то есть укрупнение производства и подчинение более мелких предприятий привел к тому что промышленность начала укрепляться так называемая глобализация это всегда приводит к тому что безработица не уменьшается через некоторое время спрос на долгосрок начинает падать и появляется спрос на розницу на продовольственную группу соответственно ожидать того что продуктовая группа вырастет это очень правильная позиция трейдера то есть системный анализ рынка на основе торговой системы в том числе и по показаниям индикаторов цена основной индикатор все вспомогательные индикаторы определяют лишь отношение по сформированной цене к некоторой истории на предыдущем временном этапе конечно система может быть совершенно в той или иной степени тем более что если трейдер совершает сделки и анализирует рынок по одной и той же торговой системе то это говорит о том что трейдер достаточно четко разработал правила входа выхода в позицию закрытие открытия ордеров сохранение депозита это управление рисками и рисковым капиталом то есть все эти положения которые озвучил всегда приводят к тому что трейдер успешно работает на рынке вне зависимости от новостного режима а работает чисто по цене и знает так сказать моменты для наступления коррекции на рынке это видно было по в частности по валюте австралийский доллар против американца при всех прочих показаниях положительных тем более что недавно были опубликованы данные о том что австралийский доллар вошел как резервная валюта в мультивалютные корзины более чем 24 стран 18 стран официально подтвердили то что австралийский доллар находится в их резервных фондах спрос увеличивается в связи с уникальной политикой управления экономическим положением страны более быстрым реагированием банковской ставки на экономическую ситуацию то есть Австралия за это время успела примерно не менее 5-7 раз изменить банковскую ставку изменю банковской ставки в Австралии всегда предшествует снижение снижение или повышение ставки по потребительским кредитам то есть если меняется ставка по потреб кредитам в Австралии то следом необходимо ожидать что будет изменена и ставка Центробанка Австралии недавнее заявление о том что австралийская валюта вошла как резервная валюта в мультивалютные корзины более чем 24 стран подтверждает то что экономическая модель Австралии наиболее успешна в условиях кризиса здесь можно видеть что австралийский доллар сформировал промежуточную поддержку глобальная поддержка по австралийцу находится на уровне 0.98 то есть скорее всего понижающиеся вершины на графике трейдер может наблюдать так называемый вымпел или клин каждый раз выход из клина совершается пробоем то есть или продажей австралийца против американца или покупкой то есть нужно дождаться окончания коррекционной зоны найти наиболее подходящий разворотный уровень это на уровне 0.88 и уровень 0.98 0.95 то есть примерно на этот уровень большинство аналитиков и ожидает австралийский доллар то есть даже вне зависимости от экономического фона можно торговать как я уже показал на других графиках американская валюта и кроссы открывать позицию чисто по техническим показателям то есть если экономика той или иной страны в частности американская экономика демонстрирует последовательный и поступательный рост то соответственно основные пары могут колебаться но если кроссы находятся на исторических минимумах то следует рассмотреть вариант о входе в ту или иную валюту в зависимости от экономической ситуации в стране вопросы есть у вас по озвученной тематике я могу провести анализ скажем любого инструмента или группы инструментов в принципе торговая система к тому и сводится что трейдер анализирует по правилам торговой системы и фундаментальные данные макроэкономику той или иной страны и в то же самое время производят сделки как краткосрочные так среднесрок ну и долгосрок конечно в большинстве случаев сейчас я рекомендую в принципе краткосрок в том числе пипсовку то есть интродей почему потому что вот эти позиции в частности G7 семерка двадцатка восьмерка заявление японского банка и так сказать послабление на G7 по отношению к японскому банку который просто так сказать вливал японскую иену при улучшающейся экономической ситуации то есть кредитовал другие страны делал интервенции к банкам вернее к странам интервентам относятся в частности Япония США Канада и Австралия то есть вливание в рынок то что мы видим при хорошей экономической ситуации в Австралии австралийский доллар просто выливается в рынок то есть это очень большие игроки и такие движения по торговой системе нужно распознавать достаточно четко при этом увеличивать позиции или строить так называемую лесенку пирамиду можно и с увеличением лота можно и не увеличивая работать на пробой какого-то ценового уровня который был совершен до этих важных политических мероприятий но поскольку политика сейчас монетарная то будем считать что экономика правит и миром и правительствами поэтому ситуация работы трейдера в соответствующих условиях в текущих условиях когда в частности на нонфармах в эту пятницу не ожидаете их на следующей неделе нонфармы выходят в основном то банки начали регулировать финансовые рынки это было доказано на примере NASDAQ в частности банковская лицензия на совершение спотовых сделок предполагает какую-то плату не от объема совершенных сделок а именно покупка торгового места на торговой площадке в электронном виде все это выводится в рынок и большинство котировок которые поступают в терминал трейдеру это котировки которые нарисованы автоматической торговлей то есть нужно каждый раз сказать объемы или обращаться так называемой бежевая книга там красная книга голубая книга то есть те кто работает с американским рынком или торгуют финансовыми инструментами необходимо учитывать такие показания как привлеченные инвестиции на открытый американский рынок минутки так называемые то есть если мы видим что западные инвесторы начинают выводить средства из американского рынка из всего американского рынка на счета сокращают инвестиции то это говорит о том что в большинстве случаев американский доллар против японский начинает падать так называемая бежевая книга минутки если инвестиции увеличиваются в американский рынок это говорит об оздоровлении американской экономики о том что инвесторы возвращаются в американский рынок это уже относится к сезонным тенденциям в частности простейшая схема которую используют американские брокеры если год закончился подъемом то и следующий год будет на подъем я читал этот аналитический обзор на одном из источников в интернете крупноуправляющим то есть приобретают американские индексы долговые расписки долговые расписки долгосрочные именно долгосрок переводят в краткосрок со временем колебанием процентной ставки и затем при росте американского доллара просто хеджируются продажей американских индексов это позволяет иметь небольшой процент при оплаченной лицензии для торговли на бирже тем и пользуется большинство американских брокеров но с учетом того что вливание в американский рынок именно валюты в свободном обращении находится очень много это в основном пошло в долгосрочные в долговые обязательства скорее всего к осени этого года долгосрок будет частично переводиться в краткосрок выходить на рынок то есть снижение индексов ну а худший сценарий который возможен по американскому доллару это девальвация то есть во всех акциях и долгосрочных расписках существует какое-то имущество это имущество имеет ту или иную оценочную стоимость имущество никуда не исчезает меняется только стоимость стоимость имущества зависит от наличия в обороте на примере Америки американского доллара то есть так называемые финансовые инструменты это М1 М2 М3 М4 М5 все вебинары которые я провожу поточно этот цикл вебинаров называется моя профессия трейдер начался этот цикл в сентябре прошлого года поэтапно я проводил вебинары для тех кто впервые пришел на рынок или желает получить более глубокие знания как способ анализа экономической ситуации на примере обывателя способ анализа экономической ситуации как трейдера уже и способ анализа экономической ситуации как торгующего трейдера то есть трейдера который перешел с демо счетом на реальную торговлю ну в частности сейчас я предъявлю Будущие вебинары, которые будут проводиться в марте месяце, в апреле займемся конкретно торговой системой, которую опубликовал много лет тому назад, так называемый Золотой Крест. Сейчас торгуем что вверх, что вниз одинаково в прибыль и я сейчас просто покажу следующие вебинары, так сказать, для того, чтобы вы были готовы к ним на март месяц. И подготавливали вопросы. Это облегчает работу трейдера как слушателя курсов. То есть он готовится к вебинарам, где-то в интернете читает некоторые данные и приходит на вебинар более или менее подготовленным. Сейчас документ откроется, я план в общий чат отправлю. То есть это мартовский план. По которому мы будем работать на протяжении март, апрель, май. Вы можете обратить внимание, что все темы вебинаров идут последовательно для того, чтобы трейдер не просто слушал, но и принимал активное участие в проводимых вебинарах. Это ближайшие планы. На мониторе хорошо видно или увеличит шрифт. То есть можно сказать, что вебинар заключительный из подготовительного цикла. И мы переходим к конкретным вещам. Рассмотрение непосредственно торговой системы, ее правил, совершение сделок, анализ ситуации как текущей по ценовым уровням, ценовой индикатор. Цена это основной индикатор для трейдера. И фундаментальные данные. То есть это план на апрель, май. Ну, произошел сбой небольшой. Я еще раз пропишу. Это ближайший план на март. Так называемая позиция 4Т, торговая система, психология трейдинга, технический анализ по фундаментальным данным, техника и тактика трейдинга. И в апреле уже перейдем непосредственно к торговой системе, по которой я совершаю сделки, анализ рынка. Таким образом, о каждом предстоящем вебинаре вас известят заранее. И вы совершенно спокойно подготовленными придете на вебинар и будем рассматривать все позиции. То есть, таким образом, сегодняшний вебинар подходит к концу. Благодарю за внимание. Советую как можно меньше обращать внимание на аналитику банков. Почему? Потому что в основном-то банки озвучивают собственную позицию, которую они занимают. И таким образом затягивают трейдеры или пытаются сформировать дополнительные финансовые средства для поддержания тренда или позиции, которую занял крупный игрок на рынке. То есть, в частности, заявление Центробанка ЕС о том, что Центробанк ЕС не очень-то озабочен высокой стоимостью евро по отношению к доллару, привело к тому, что евро успешно упало, где-то начиная с начала февраля этого года. То есть, нужно больше обращать внимание на ценовые уровни, на разворотные уровни, на экономическую статистику, в общем. То есть, если в рынок пришло полтора триллиона евро, то эти средства нужно куда-то вложить. Это так называемая попитка рынка. Соответственно, пошли всевозможные... Греции повысили рейтинг совершенно необоснованно. Избыточное предложение евро вошло в рынок в долгосрочное обязательство, потом долгосрок переводится в краткосрочное обязательство. И таким образом все это размазывается. Процентная ставка остается. Из 500 миллиардов евро банковского долга вернулась всего лишь не более 50-60 миллиардов. То есть, образовалась, так сказать, валютная подушка по евро в размере полутора триллионов евро. Соответственно, их нужно куда-то девать. После заявления Центробанка есть о том, что их не очень-то забудет высокая стоимость евро. Евро, как и по примеру Америки, Японии, Канада, Австралийца, Швейцарца начали просто вливать в рынок. То есть, так называемые валютные интервенции, которые приводят к избыточному обращению на территории другой страны нерезидента. Это посторонние валюты, это американский доллар в других экономических зонах. Это Гонконг, Швейцария, Швеция, Дания. То есть, таким образом, финансовые рынки и существуют. Поэтому, на следующих вебинарах мы уже перейдем непосредственно к торговым системам, к глобальному пониманию рынка. Если по этому вебинару вопросов нет у вас, благодарю за внимание и удачи в торговле. Отвечу на вопрос, где, вот самый язык, где взять, по данным на товарных фондовых рынках. Ну, если вы работаете на российском фондовом рынке, на котором обращаются и товарные контракты, в частности, после слияния бирж ММВБ и РТС, появились фьючерсы на валюту, торгуются драгоценные металлы, акции ведущих предприятий, это десятка ММВБ, есть акции первого шелона, голубые фишки, первый шелон, второй шелон, третий шелон. То есть, лучше всего, конечно, на российском рынке после объединения бирж работать именно по акциям первого шелона, обращать внимание, кто работает, в частности, по нефти, на спрос мировой, на всевозможные, в частности, по нефти акции в других государствах, это Сирия, Иран, Турция, смотреть на индексы по так называемым товарным странам, то есть странам, которые являются сырьевыми поставщиками, это Австралия, Иран, Сирия, страны пересидского залива по нефти, иностранные потребители, Россия, страна сырьевая, то есть странами-потребителями по нефти всегда являются США, Европа, в частности, спрос на энергоносители, в том числе и на электричество, может быть увеличен в Европе, поскольку Европа решила закрыть атомные станции, атомную генерацию, то есть перейдут на более природные ресурсы пользования, это гидроэлектростанции, нефть, газ. Попытки США использовать сланцевые залежи для производства газа и производных, в том числе масла и нефть, находятся пока в начальной стадии развития, и особо обращать внимание на газ исландцев не стоит, то есть основным потребителям нефтепродуктов, то есть сырье, штаты как были, так и остались. Поэтому, если вы приходите на российский фондовый рынок, прежде всего я рекомендую торговать голубыми фишками, то есть первый эшелон, если из голубых фишек выбираете, так сказать, нефтепроизводственную группу, то следует обращать на всю экономическую ситуацию, именно по поставкам нефти, по экономическим кризисам, по военным всевозможным кризисам, в том или ином регионе, в частности по Персидскому заливу, по Сирии, по Ирану. Благодарю за внимание, всего хорошего, удачи в торговле.